Привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет затест нового аромата от компании Avon, да еще и в новом флаконе. Аромат Shiner. Поэтому, если вам интересно, понравится он мне или нет, оставьте со мной до конца. И всем приятного просмотра. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, а вы пробовали этот аромат или нет. Ну а мы погнали. Давайте сначала распакуем аромат, потому что, наверное, уже многие видели в каталоге, что форовые обновляются, обновляют свою линейку и выпускают ароматы в новом флаконе. Что очень интересно, компания пишет, что упаковка полностью будет перерабатываемая. Сейчас весь мир стремится к защите природе, это нормально. В общем, друзья, не могу открыть. Пока открываю аромат, хочу сразу предупредить, что я не знаю, понравится мне аромат или нет. Потому что линейка... Можно не шуметь, пожалуйста. Идется съемка. Аромат, ароматы и линейки форовые для меня, они немножечко тяжеловаты, сложноваты. Я не совсем их люблю. Поэтому не знаю, будет ли это объективный затест или не объективный, друзья. Но, в общем, будем пробовать. Будем пробовать, но для начала у меня пропал свет. Дайте света. Вот. Но у меня есть любимый аромат. Ну, как любимый? Есть фаворит в линейке форовые. Это форовые рейбл. Мне он, этот аромат, нравится. Свет погас. Вот. Он мне нравится, и я успешно его рекламирую и продаю своим клиентам. Ну что, новый аромат. Давайте посмотрим, как он выглядит. В каталоге это каталог, а вот когда он живой аромат, друзья, он есть живой. Ну, что хочу сказать. Это довольно, в принципе, элегантное такое решение. Очень. Мне нравится, честное слово. Я уже и в каталоге понимал, что аромат мне этот понравится. А сейчас он мне вообще нравится, потому что... Хочу подчеркнуть, мне нравится сейчас дизайн аромата. Я его еще не пробовал ни с пробника, ни с каталога. Вот. В общем, друзья, давайте теперь прочитаем. Давайте прочитаем, что пишет компания про этот аромат. Заново открою для себя классический паравей. Ой, не надо нам классический, нам нужен новый аромей. Озари этот мир с помощью могущественного розового перца и сияющего золотистого мускуса. Искусно сплетенных с розой испахан. Испахан это древний экзотический персидский цветок, который используется в косметике уже более двух тысяч лет. И почитается женщин как символ внутреннего сияния. Ну что, алга комсомол, давайте пробовать. Нормально, все нормально, хорошо открывается, хорошо закрывается. Да что вы делаете со мной? Что творится, друзья? А мне с первых нот, с первых нот аромат нравится. И почему-то мне напоминает, он именно форовей рейбл. Хотя его никто не убирал. Слушайте, ну аромат сладковатый. Что характерно для форовей, все ароматы форовей, они для меня сладкие. Сам классический аромат форовей, он прям термоядерный. А вот форовей рейбл, он как раз такой, более такой, молодежный что ли. Ну, я хочу сказать, что линейка форовей, мне кажется, это для дам таких. Слушайте, а там что-то плавает. Какой-то волосок плавает во флаконе. Слушайте, ну навряд ли мне получится его вам заснять, показать. Но это как бы не есть хорошо, согласитесь. Я, конечно, попытаюсь сейчас сделать в конце видео, добавить. Но там реально черный волосок. Такое ощущение, как будто вырвали какой-то волосок. Слушайте, простите, пожалуйста, немножечко оторвался от обзора. Но я просто не мог это, тем более вдруг камера передаст его, увидите. Возвращаемся к аромату. Сейчас вот он уже немножечко постоял на бумажке, да. Но я не скажу, что что-то прям такое экстравагантно новое. Вот, а кстати, в крышечке, в крышечке он переливается таким остротинкой какой-то. Но вот сейчас, когда он немножечко постоял, аромат, мне он все-таки больше возвращается к классическому форовею. Ничего такого экстравагантно интересного. Даже сладость куда-то немножечко ушла, и он стал такой терпким. Терпким, крепким. Как чайфир, друзья. Слушайте, ну нет, нет, однозначно нет. Аромат мне уже не нравится. Ну вот, классический форовей, а теперь как будто с шоколадкой понесло. Сейчас полетят комментарии. Ну, Лешка, тебя понесло. Да, конкретно с шоколадкой понесло. Слушайте, какой-то перелив эмоций. Женщина-загадка, короче. Назовем это так. Ну, сейчас, сейчас непосредственно в колпачке. Он, конечно же, очень резкий. Я качнул, ему деваться некуда. Вот. Качилка такая для пальцев. Дрин-дрин-дрин. Вот, ну. Колпачок улетел, надо поднять. Слушайте, ну, на пальцы, на пальцы он прям острый. Вот, конкретно, перец какой. Прям перец перцем. Нет, ну, я не поменяю свое мнение, как иногда бывает, да. Все-таки аромат мне не нравится. Форовая линейка. Не для моих клиентов. Вот, среди моих клиентов очень мало, кто берет форовая, он практически вообще у меня не покупается. Ну, кроме рейбл. Форовая рейбл. А так, а так, в принципе, классический форовей. Больше нечего добавить. Поэтому пробуйте, дерзайте, рассказывайте, пишите. В общем, пишите в комментарии, кто уже пробовал этот аромат, кто его заказал. Понравился вам он или нет. Мне он не понравился. Поэтому как-то так, друзья. Не обестудьте. Вот. У меня на этом все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я жду ваших комментариев. Обязательно напишите, понравился вам этот аромат или не понравился. Будете вы его заказывать или не будете. Мне будет очень интересно почитать и моим подписчикам тоже ваши отзывы. Не забываем подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новых интересных обзоров от меня. Ну и до встречи в следующем обзоре. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok